Здарова! Очередная распаковка интересной гитары, но чтобы разнообразить это все дело, я сегодня убью двух зайцев, так сказать. То есть будет немного влога здесь. Я поотвечаю на некоторые вопросы, которые мне задавали во время этого процесса. Сейчас у нас здесь жара. Сейчас у нас здесь жара, 45 градусов. Я только открыл шторки, кондиционер на все работает. Ну, короче, вообще же скач. Первый вопрос, который я хотел бы сказать, это в прошлом видео, которое было позавчера для вас, наверное, сейчас это будет позавчера. Спросили, ты что недорассказал про индейца? Исправляюсь и рассказываю. История была какая? Это я говорил в видео... Как я назвал это видео? Это видео эволюции моей гитарной коллекции, была часть 4, где я рассказывал, что когда я был в обществе Джексонов, очень-очень так сильно менялись. Там вот это общество Джексона, это самое дружеское такое общество. И там был индейец такой. С ним менялись. Меня даже Ли порекомендовал мне ему, но вот с ним вот было, что я ему отправил гитару, он уже получил, а потом два месяца подряд он мне там отмазки какие-то лепил, там вплоть до того, что вот я как привел пример, что он говорил, не, я вот на прошлой неделе не смог отослать, потому что у меня там надо было идти на церемонию поедания вот этих вот, галлюциногенов там, или кактусы они, или грибы, ну короче, пиоты эти. Там еще... Он даже придумал, говорит, у меня бабушка умерла. Ну вот такие вот отмазки, что вообще никого там, ну такие говорят, ну это детские какие-то отмазки, но он говорит, вот у меня там бабушка умерла, она там типа матриарх, короче, всего нашего там племени, ну я не знаю, короче, вот такие, говорит. И вся отмазка это была, что он не может попасть на почту, вот. И на него наезжали уже всем форумом, там чуваки сами, индейцы, говорили, да я сейчас приеду, посмотрю, там спрошу у своих чуваков, что там с бабушкой, ты, наверное, скорее всего брэшишь. Ну там, короче, отослал мне это месяца два, я уже зарекся вообще с ним когда-либо чем-либо заниматься, но Ли тоже извинялся, говорит, я не извини, там типа, что я свел, но он с ним менялся, все было вроде нормально. Так что, вот, к чему я это все хочу еще сегодня сказать, сегодня я вам еще хочу рассказать, вот вопросы спрашивали, многие из вас спрашивали, что можно сделать, если вдруг вот кто-то кинул. То есть на гитару, да, вот допустим, давайте возьмем эту гитару в пример, пришла мне эта гитара, да, и я ее взял и не отослал гитару. Или как вот бывает иногда, была даже на фейсбуке вот здесь, была такая баба черная, черная, в смысле негритянка, не ведьма, она отсылала коробочку маленькую для того, чтобы получить вот этот вот номер отслежки, а потом брала и ее назад отзывала. Многие не следят какой там вес, на номере отслежки там всегда нарисован вес, многие не смотрят, вот один чувак как-то ее поймал на этом, а она назад коробку отослала, то есть позвонила на почту и сказала, все, извините, там ошибка вышла, пожалуйста, возвратите эту посылку там. Ну, короче, на всех форумах там создали целые, целые, короче, параграфы там о ней написали, и она уже потом, она и мне писала, потому что я у себя на странице перепостил, она мне писала, типа, это адвокат этой вот, короче, кончалыги там, и если вы не снимете там свою вот эту надпись, там у вас будут какие-то проблемы юридические, там с, как она называется, короче, там наезды на личность, там принижение личности, там и такое. Короче, я ее послал, понятно, я с ней общался с этим, кто писал, адвокат, я с ней общался как с этой негритянкой, я говорю, ты сначала, короче, извинишься перед всеми, там, тыры-пыры, там, я, короче, не буду говорить. Но, что я хотел сказать вот вам, кто спрашивал, что делать, если кинули. Гитарное сообщество. Это сообщество немножко разнится с, так сказать, обычным, вот, ну, обществом. Ну, понятно, мюзикмен. Кстати, этот мюзикмен уже мой. Этот мюзикмен я купил себе. Или поменял себе. Короче, я же говорю, я вот это открыл шторки, уже вечер, и солнце как раз вот прям здесь. И поэтому он получается вот такой некрасивый свет. Ну, ладно. Вот, откроем на игровом кресле. Сейчас откроем, посмотрим на гитару, потом я расскажу эту историю и расскажу вам об этой гитаре. Тоже гитара интересная, кстати. О, красота. Это я себе взял. Не кому-то, а именно себе. В полном все комплекте. Темно, закрыл я шторы, потому что сюда вот весь свет светил, и вы бы меня не увидели. Тут сейчас было бы вот так полосками. Ну, ладно, о гитаре я вам сейчас расскажу чуть-чуть попозже. Закончу вот эту историю о том, как можно наказать вора. Так вот, общество гитарное, это особое такое общество. Почему? Потому что для того, чтобы кидать кого-то на гитару. И опять же, тут, конечно, есть какие-то свои отклонения от правил. Также это зависит от региона, от страны. Я это все понимаю. Но, я думаю, общая формула применима везде. То есть, общая формула это для того, чтобы кого-то кидать на гитару. Вы должны понимать, что такое гитары, какие гитары и так далее. То есть, если это обычное, как кидают вот эти индусы, нигерийцы и так далее. Они там просто пишут на крекс-листе. Ты что хочешь продаешь, им нужно только тебя зацепить. А вот когда гитаристы кидают друг друга, что я считаю очень-очень плохо, конечно. То нужно знать, нужно разбираться в гитарах. То есть, практически все из вас, кто смотрит каналы, вы понимаете. Если вы смотрите на Majesty, вы понимаете, это Majesty, сколько она стоит, какой уровень риска и так далее. То есть, это музыкант. Или, по крайней мере, человек, который общается в музыкальной сфере. То есть, эту гитару, если он ворует, если он ворует для себя или чтобы ее перепродать и так далее, он будет где-то общаться с музыкантами. То есть, что можно сделать? Как вот это я сказал про эту негритянку. По всем форумам ее, она отдала гитару, которая ей пришла. Но гитару, которую она отправляла, там, по-моему, она греч отправляла чуваку. А получила гипсон, вот этот полупустой, ЕС-339. Ну, короче, все после вот этих всех этих самых разборок она вернула. Потом по всем, по всем форумам была разослана статья. Всем, всем, всем чувакам, которые меняются, покупают, что, мол, с ней не общаться вообще никогда. И все утихло. Но если вдруг она когда-либо сейчас запостит что-нибудь там типа или так далее, то сразу, конечно, кто-то, я даже напишу, что, мол, типа, с этой кончилы нельзя общаться. Так вот, что я хочу сказать. То есть, такое можно применять, допустим, вот даже в сегменте. Да, вот у нас есть у всех там какие-то есть группы. И несколько раз, по-моему, три раза я какие-то там перепостивал сообщения, говорили, вот украли гитару там и так далее. Я могу даже предоставлять, допустим, канал для этого. То есть, вот кто-то мне напишет, там скажет, все, вот украли гитару там и так далее. Если это серьезная какая-то, какая интересная бочина, то я и видео на канал залью, и попрошу всех моих там знакомых ютюберов, чтобы они у себя там по фейсбуку, там по ВКонтакте это все разослали. То есть, с этим я считаю не проблема, потому что среди нас гитаристов, если есть какие-то конченые, то их надо выявлять, их надо искоренять там и так далее всеми усилиями. То есть, я согласен помочь, я согласен свою платформу канала предоставлять для такого дела. Как минимум, ВКонтакте, в Фейсбуке я по-любому всегда буду перепостивать там вот эти вот украли гитару объявления. Я даже перепостил вот это ладкор гитары, который там, он написал разгромную статью еще тогда, когда я выпустил вот эти PRS гитары видео, там кто-то, он написал у себя даже на ладкор гитары, там мне писали, многие присылали, он там, да, это какой-то дебил, там он не знает вообще PRS. Хотя, хотя я что не от себя, это все понятно было мной прочитано, это было мной услышано от Пола Риттсмита, потому что я смотрю, он когда интервью там смотрел и так далее. Не, вот он где-то в какой-то книжке прочитал, он считает, что он самый умный, ну то ладно. Ну, когда человек оказался в беде, так сказать, я помог, я перепостил там ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее. Если надо будет, я и сделаю видео. Понятно, я думаю, что все должны относиться так к этому. Я хочу, чтобы все друзья, гитаристы, все, кто в этом всем гитарном мире, должны понимать, что нужно один за одного там и так далее, искоренять это дело. Если кто-то решился пойти переступить вот эту красную черту и стать на путь владения чьей-то гитарой, кого-то другого гитарой, незаконным путем, то он гантон, конченый, и с ним надо бороться до полного, до полного поражения его. И я так считаю. И то есть там не должно быть никакой пощады. То есть если человек пошел на этот подвиг, то он козел, и его надо, надо его за это наказывать. Но возвращаемся к гитаре. Это гитара, о которой я вам говорил. Это Music Man PRS. Вы сейчас его, наверное, не видите. Но это зеленый, короче, зеленый, с золотой фурнитурой, семиструнный. Вот как бы я хотел, чтобы он был шестиструнный. Эту гитару, когда Холстинин покупал всю эту гитару, я говорил уже в нескольких видео о ней, шестиструнная вот эта вот. Это артизан. Я говорил о такой видео о самом красивом Music Man. И эта гитара, я вот сейчас не могу дождаться, чтобы ее подключить. Но я здесь надо настраивать. Тут, понятно, ослабили струны, потому что я вижу, машинка уже упала. Да еще, наверное, новые струны надо поставить. Но я вот ее пофотографировать бы. Я сделал на нее обзор. На эту гитару нужно сделать отдельный обзор. Хотя уже сколько уже Music Man обзоров. Или хотя бы в совокупности с другой гитарой видео. Потому что эта гитара заслуживает, я считаю, отдельного внимания. Это одна из самых красивых, самых удобных, самых играбельных. Ну, короче, вы знаете мою песню про Music Man. В еще одном видео, таком, наверное, может быть не специальном видео, а вот, может, видео распаковки или так далее. Такого влога. Это же видео влога. Думаю, многие догадались. Я сделаю видео, почему, там, вот, как говорят, там, типа, ну, так, почитать, там же, и в Телеграме, там, и в каких-то вы, там, что-то обсуждаете меня. Там, типа, там, что, Димон, сыт кипятком при каждом виде, там, Music Man'а, там. Это из-за того, что Холстини на них играет. Ну, понятно, есть такие узконаправленные, узкомыслящие люди. Но я хочу порассказать вот это. Потому что многие не понимают, что такое Music Man. Гитары с виду страшные, ну, и шо ж он на них, там, Джон Петруччи, там, играет и так далее. То есть, я хочу больше как-то... Да, тут, кстати, нет, нет седьмой струны. Поэтому, ну, это, это гитары, которые, я считаю, вот, как раз вот этот промежуток между стандартами, хорошими стандартами, то есть, те, которые профессиональные инструменты, это вот стандартные SP, стандартные Jackson и так далее. И нижней кромкой бутиков. То есть, вот где-то там, потому что это почти бутиковые гитары, но между, вот, как раз они где-то стандартные и где-то бутиковые. То есть, и об этом еще поговорим. Ну, а пока ставьте лайки, это видео бонусом, нестандартное. Если вам такое видео не зашло, то есть, дайте мне, дайте мне знать, там, я не знаю, не ставьте лайки, не пишите комментарии, то такие видео я буду, вот это, может, на Patreon заливать. То есть, распаковка, она распаковка, то есть, ее или распакую сам, или поделюсь с вами. Вы мне дайте знать, если такое вот нужно. То есть, распаковка гитары, которая интересная гитара, но мы ее уже распаковывали раз 15. То есть, добавлять туда вот такие вот какие-нибудь влоги, разговоры, рассказы. Ну, а пока до следующего видео. На канале Гитарные истории только интересные гитары. И неинтересные негритянки, которые воруют эти гитары.